Приветствую! Ситуация, которая происходит в стране с выдачей повесток, можно описать одним единственным словом. Беспредел. Да, это чистый правовой беспредел. Почему? Да потому что государство не соблюдает те правила, которые оно само же и установило. Ну вот давайте говорить откровенно. Если мы приходим к государству и просим оказать услугу какую-то, либо выдать нам справку, как ведет по отношению к нам государство. Нам говорят, ой, а вы знаете, вот здесь на 125 странице 500 страничного пакета документов вы точечку поставили не в том месте. И поэтому мы не можем принять у вас документы. Но вы можете исправить и мы примем. Правда, у нас следующее окно через 3 месяца, поэтому поставьте эту точку, а потом приходите через 3 месяца и тогда мы примем ваши документы. Ну правда же, да? Вот так к нам относится государство. Оно требует, чтобы мы все буквально соблюдали. Окей, так может и нам, гражданам этого государства, тоже следует требовать от государства, которое называет себя правовым государством, Соблюдение закона и уважение наших прав. И вот это видео именно для тех людей, которые готовы потребовать от государства соблюдения законов, соблюдения прав человека и готовы бороться с государством в той части, когда государство поступает незаконно. Подчеркиваю, мы абсолютно не говорим о том, что повестки все не нужно принимать. Мы говорим только о тех повестках, которые выдаются незаконно. То есть, если вам на работу пришло распоряжение ТЦК и СП и ваш руководитель вручает в связи с этим вам повестку, это предусмотрено нормативно-правовыми актами. Но когда вы из Харькова едете куда-то на Западную Украину, там и вам в условном Житомире на блокпосту вручают повестку, это же незаконно. Если вам просто на улице, вы шли по улице, вас остановили какие-то военные непонятные и пытаются вручить вам повестку, это тоже незаконно. И вот здесь мы говорим о том, как защитить себя, как обеспечить себя доказательствами, чтобы потом в суде доказать государству, что эта повестка была незаконной. И вот сейчас мы поговорим о том, что делать, если вам незаконно пытаются вручить повестку. Поехали! Итак, моделируем ситуацию. К вам на улице подходят люди в военной форме или в штатском и просят предъявить им свои документы. Что же нам в этой ситуации делать? Первое. Сохраняйте спокойствие. Очень важно вам быть спокойным, эмоционально контролировать эту ситуацию и себя в том числе, чтобы не наговорить и не сделать чего-то лишнего. Второе, что мы делаем, достаем видеокамеру и начинаем фиксировать весь процесс общения с этими людьми. Напомню, что на сегодняшний день нет ни одного закона, который запрещал бы вам снимать даже военнослужащих. Тем более, если мы говорим о том, что съемка идет где-то на улице, там вообще им нечего вам предъявить. Что мы делаем следующее? Мы просим этих людей предъявить их документы для того, чтобы убедиться в том, что они действительно представители государства, они уполномочены проверять документы, а не являются какими-то там оборотнями в военной форме. При этом мы просим предъявить следующие документы. Первый документ это приказ коменданта, которым этих людей уполномочили проверять документы. И второе, конечно же, удостоверение, которое подтверждает, что это именно они. То есть пусть покажут служебное удостоверение, например, в котором будет указана их должность, звание, соответственно, тот орган, в котором они несут службу. Ну и главное, чтобы это имя их и должность совпадало с приказом коменданта. Конечно же, конечно же, в большинстве случаев они вам этого не покажут. Они вам будут рассказывать, что в стране война идет, а военное положение является законным основанием для проверки документов. Нет, нет и еще раз нет. Ни военное положение, ни необходимость выписать человеку повестку не является основанием для проверки документов. Друзья, я снимал два видео, больших видео, они по полчаса каждая, где я рассказывал подробно о том, какие же причины проверки документов могут быть сейчас в военное время. Ссылочки на эти видео я оставлю в описании, вы сможете с ними ознакомиться. Но однозначно, еще раз говорю следующее, военное положение и выписать повестку, это не основание для проверки документов. Предположим, предположим, что у них есть приказ коменданта. Предположим, такую фантастическую ситуацию. У них есть приказ, они вам его показали и назвали законную причину проверки документов. Окей, вопросов нет. В таком случае вы можете показать им документы. Но только в таком случае. До тех пор, пока вам не показали приказ коменданта, до тех пор, пока вам не показали свои документы и не дали возможность зафиксировать эти документы, в том числе произвести видео или фотофиксацию документов, вообще ни о чем речи не идет. Вот вообще речи не идет. Я хочу зафиксировать документы. Все. После этого будем разговаривать. Ну, представим себе, что они предоставили документы, наказ коменданта, либо же может быть такое, что в состав вот этих патрулей, которые мы называем счастливые, да, повесточники, там есть полиция, да, в состав входит полиция, и полиция, конечно же, может проверять документы без приказа коменданта. В этом случае мы, конечно же, тоже у полицейского требуем показать удостоверение, фиксируем его на видео, это удостоверение. После этого мы можем уже показывать документы. Если мы показываем документы полицейскому, если он назвал нам законную причину для проверки документов, то мы просим полицейского не передавать данные, содержащиеся в этих документах, третьим лицам, коими в этом случае являются представители ТЦК и СП. Если же так случилось, что полиция не выполнила нашу просьбу, да, и в нарушение своих полномочий передало наши данные ТЦК и СП. Для нас очень важно будет зафиксировать на видео тот факт, что повестка заполняется вот на месте, что у них уже есть бланк, в котором стоит печать, в котором есть подпись начальника ТЦК и СП, и туда вносится ваше имя. Вот это очень важно нам зафиксировать, это на видео. Далее, они вам предложат, конечно же, принять эту повестку. Поскольку эта повестка выписана в незаконном способе, то вы отказываетесь принять эту повестку. И поясняйте, что поскольку эта повестка незаконная, я ее принимать не буду. Они в этом случае пугают тем, что мы сейчас составим на тебя акт об отказе принятия повестки. Ну что ж, друзья, окей, составляйте этот акт, пожалуйста. И вот они составляют этот акт и дают вам на подпись. Что нужно сделать вам? Конечно же, подписать этот акт. Конечно же, взять этот акт, но перед тем, как вы подпишите, вы там пишите, что повестка была заполнена по адресу. И смотрите на дом, какой здесь адрес, вписывайте этот адрес и указывайте, кто заполнял повестку. Да, фамилию, имя, отчество и данные должности этого человека. А мы помним, мы это же для себя уже зафиксировали. Можно еще раз попросить их, что дайте, я же хочу указать этот момент. И также вы пишите, что на повестке была печать и подпись начальника ТЦК заранее проставлена. Постарайтесь успеть это написать в данном акте, до тех пор, пока они у вас его не вырвут. Конечно же, им не понравится, что вы это пишете. И, конечно же, они будут мешать вам это сделать. Постарайтесь это быстренько написать. Повестка заполнена по адресу, фамилия, имя, отчество человека, который записал. И указать, что подпись начальника ТЦК уже была проставлена на пустом бланке. Зачем мы это делаем? Да затем, что с таким актом, даже если они пойдут на то, чтобы привлечь вас к административной ответственности, вы пойдете в суд и легко отмените постановление о привлечении к административной ответственности. Потому что будет понятно, что да, повестка выдана незаконно. Потому что для того, чтобы выдать повестку законную, нужно, чтобы было распоряжение начальника ТЦК именно на вашу фамилию, на ваше имя и отчество. И повестка должна быть заполнена заранее, а не вот там, что называется, на коленке, да, где встретили человека, какого человека встретили, того мы и вписали в повестку. Это, конечно же, незаконно. Итак, друзья, давайте еще раз пройдемся, что нам делать. Первое. Сохраняем спокойствие. Второе. Фиксируем на камеру все общение от начала до конца. Если вам, ну, категорически там силой мешают фиксировать на камеру, то фиксируйте это хотя бы на диктофон. Для этого заранее нужно вывести ярлычок на экран, да, чтобы вы легко могли найти диктофон и включить запись. Обязательно, если есть возможность, мы фиксируем процесс заполнения повестки, чтобы было на видео видно, что там уже заранее стояла подпись и печать, и туда просто вписали ваше имя. Ну, и, конечно же, должна быть видеофиксация документов тех людей, которые вручают вам повестку. Конечно, здесь вы можете сказать, стоп, ну, ты вообще видел, что происходит на улице? Да, друзья, я видел, что происходит на улице, и я прекрасно понимаю, что вот эти мои советы, они работают только в том случае, если вы сталкиваетесь с адекватными военнослужащими, с адекватными полицейскими, коих тоже много. И я бы сказал, что, наверное, даже, может, и большинство там нормальные, адекватные люди, потому что у нас есть восприятие, что там все неадекваты, почему? Ну, мы адекватных не видим, да, их неинтересно снимать и неинтересно выкладывать соответствующие видео. А в сети есть видео там, где проявляются, ну, самые неадекватные из них. Конечно, если вы попали на самых неадекватных, и если вы видите, что они применяют к вам силу, готовы применить силу, начали применять силу, вот здесь, друзья, для меня важно защитить ваше здоровье. Вот поверьте, я считаю, что здесь права отходят на второй план. Сейчас многие из вас скажут, да ты же адвокат, да как ты можешь такое советовать? Друзья, я могу это советовать по одной простой причине. Я видел людей, которые начали физически сопротивляться полиции. Поверьте, это ужасное зрелище. И поверьте, вы не хотите так выглядеть. Помните, что ваше нарушенное здоровье не восстанавливается, а нарушенные права мы сможем восстановить. И, возможно, даже и получить какую-то компенсацию за это. Но главное, если к вам применяют силу, постарайтесь максимально сберечь ваше здоровье. В следующем видео я буду говорить о том, что делать, если к вам применили силу, если вас силой привели в ТЦК и ИСП. И вот как вести себя в этой ситуации, мы разберемся более подробно. Если вы считаете, что видео, которое вы посмотрели, полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и там вы найдете много полезной информации, которая касается военного положения в Украине, мобилизации в Украине, вопросов выезда из Украины. Причем та информация, которая у меня есть, она базируется не просто на основании законов, вернее, не только на основании законов, но еще и на практическом опыте. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok